Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Всем добрый день. У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Дмитрий Русских, экс-депутат ОЗС властного законодательного собрания Кировской области. Дмитрий, добрый день. Добрый день всем слушателям и вам, Светлана. И забыла ещё добавить 4-5 созыва. Да, но вот уже я смотрю, что уже и редактору нашему лень писать каких созывов пишет. Между прочим, с этого хотелось бы, наверное, начать, потому что я такой вопрос в голове всё время кручу, и люди меня спрашивают. Вот действительно, Дмитрий Русских уже вроде и не депутат, не ОЗС, не Гордумы, не чиновник. Чего, говорит, к вам ходят на особое мнение? Вот зачем ему всё это? Вот вроде уже никаких политических амбиций у человека нет. Партия никакой не представляет. Журналистом не является ещё кем-то. А всё высказывается и высказывается. Вот спрашивают люди, зачем тебе это надо? Скажи. Ну, Светлана, давайте начнём с того, что если вы меня приглашаете... Нет, зачем нам это надо, это я могу объяснить. А тебе зачем это надо? Ну, а мне зачем надо? Ну, потому что, во-первых, меня приглашают. Во-вторых, я думаю, что если меня приглашают, то, наверное, всем интересно узнать мою точку зрения, если она кому-то на самом деле интересна. Мне приятно, что мы можем также обсуждать те темы, которые иногда многие не хотят обсуждать, по той причине, что и в ЗАГС собрании многие, когда я был депутатом, не говорили то, что говорил я, да? Или, допустим, не делали те же самые посылы, что делали мы с определёнными депутатами. Это в отношении и коррупционных скандалов, и неправильного распределения бюджета. И почему мы всегда защищали всё-таки кировчан, а не какие-то олигархические структуры. Потому что мы считали, что это наша область, наш город. И в первую очередь то, что мы должны делать, это делать во благо именно тех людей, которые тут живут. То в данном случае, ну, свободная радиа. Я себя считаю свободным человеком. Я прихожу и говорю то, что я думаю, и то, что мне кажется. И на самом деле за 10 лет работы в депутатском корпусе я очень многое, что для себя подчеркнул. Я многое, что узнал. Я многое, что знаю. Я вижу, как и всё работает изнутри. Непосредственно тем, чем я сегодня занимаюсь, это бизнесом. Он в основном, в том числе, и происходит на территории Кировской области. И я живу в городе Кирове. И всё, что тут происходит, мне небезразлично. То в данном случае, то, что сегодня там происходит, вот эта вся такая каша, какой-то винегрет, и совершенно непонятно вообще, что происходит, как многие говорят. В общем, в этом надо разобраться. Тебе не всё равно, и ты знаешь очень много и подводных течений, и надводных бурь, и всего. Ну, давай тогда разбираться. И уже без разницы, на какой ты стороне. Ну, и, собственно говоря, всё сложнее и сложнее, на самом деле, получается приглашать депутатов действующей городской думы или ОЗС, потому что всё меньше и меньше людей вообще открывают рот и что-то говорят, когда они сидят вот на этих местах. Это очевидный факт, и поэтому мы приглашаем тех людей, которые имеют потенциал собственный, которые имеют знания, которые несут экспертную оценку и не боятся это всё высказывать в прямом эфире. Большое вам за это спасибо. А у нас, да, прямой эфир, программа «Особое мнение» Дмитрия Русских в этой программе. Но, Дим, вот очевидно, что городская повестка на прошлой неделе опобеждала региональную. Давай с неё и начнём. Целый батл разгорелся между городом в лице Ильи Шульгина, сити-менеджера, и господина Киселёвым. Господин Киселёв возглавляет компанию «Движение нефтепродукт». И вроде бы такой повод, он, конечно, всегда вызывает резонанс у наших слушателей и читателей, когда мы говорим о строительстве домов или нежилых помещений в центре города, особенно в историческом, и, конечно, когда люди, которые ведут строительство, не получили разрешения на это строительство. Так вот, речь идёт о двухэтажном доме, который находится буквально рядом с Трифоновым монастырём. Глава администрации Кирова Илья Шульгин выступает за снос этого частного дома. Владелец земельного участка Сергей Киселёв удивляется и говорит о том, что будем решать в суде, он 16 мая, кстати, состоится этот уже суд, буквально послезавтра, и обосновывает свою позицию очень активно. На прошлой неделе в «Бизнес-новостях» он буквально серию публикаций выдал, начиная от истории с вот этим строительством и домом, заканчивая социальной нагрузкой, которую несёт его предприятие в районах нашей области, потому что обеспечивает госконтракт по бензину. Это две разных вещи вроде бы, но они вышли одновременно и вышли как раз после того, как Шульгин заявил, что нельзя строить без разрешения. Так вот, значит, последнее, что я читаю на «Бизнес-новостях», как Киселёв комментирует то, что он делает и строит, он сказал, что очень много необходимо получить всяких согласований, и раскопки провести, и зонирование провести, чиновники это делают всё очень медленно и долго, и я думала, что закладываю фундамент, типа, все разрешения уже получу. Но не тут-то было, не успели, как всегда, там это получить. Но тут ещё господин Киселёв говорит о том, что, начиная строительство дома, он подписал полностью улицу водопроводную благоустроить. Проектом предусматривается восстановление проезда от улицы Молодой Гвардии до домов 4,7 с покрытием дороги асфальтобетоном, организация разворотной площадки на конце улицы. Он строит дом и проводит коммуникации, водопровод, канализацию и газ. С «Газпромом», я цитирую бизнес-новости, мы заключили договор на 4 миллиона рублей о том, что газопровод провожу не только к себе, но и к Трифоновому монастырю. Если всё вместе сводить, то земля моя, дом мой, а я его перестраиваю. Ну и так далее. То есть он говорит, что, товарищи, я-то всего строю этот двухэтажный домик, который вроде бы вписывается в общую картину, но я ещё и благоустраиваю. Так может, ну его пусть и строит там себе этот двухэтажный дом. Тем более он действительно такой по цветовой гамме вписывается. А он ещё тут и Трифоновый монастырь газом обеспечит, построив газопровод. Ну слушай, Света, вот... — На чьей ты стороне? На стороне Шульгина или на стороне Ксюгу? — Я не на чьей не на стороне, я на стороне города Кирова всегда там, да. Значит, давай по порядку начнём. Во-первых, наверное, здесь всё-таки проблема не является именно в этом домике. — Проблема не в доме, да? — Я думаю, что нет. Это такой, мне кажется, повод найден для того, за что-нибудь зацепиться. — Кем найден повод? — Ну, я думаю, что есть какой-то конфликт двух сторон. Я не знаю, там, суть её. — Город и движение нефтепродукт, область движения нефтепродукт, Шульгина и Киселёв. — Сергей Киселёв — это всё-таки ещё депутат ЗАГС Собрания, директор крупнейшей компании, которая периодически говорит, что если ай-яй-яй, то мы уйдём. — Из Кировской области. — Из Кировской области по регистрации. — Как налогоплательщик. — Да, если вы хотите, чтобы мы не остались, вы, в общем-то, должны делать какие-то определённые шаги. — Чтобы остались. — Чтобы остались, да. То это как бы давно идёт такой очень спор. Значит, плюс и была история та ещё, что при старой администрации правительства Кировской области там сформировались определённые долги за поставки ЧПС нефтепродукта на правительство Кировской области. — Область задолжала ЧПС нефтепродукты. — Конечно, да. — Они отслуживались в течение двух-трёх лет в размере 60 миллионов. И постоянно вот эти какие-то вещи, они происходят, к сожалению. То в данном случае, мне кажется, что здесь какая-то другая как бы история. Значит, просто она вылилась именно в такой формат, что мы вот не дадим вам построить этот дом по причине того, что он не соответствует там определённым каким-то стандартам. Но у меня всегда возникает вопрос. На самом деле, последние годы такая есть плохая традиция в городе Кирове, что многие объекты начинают строиться ещё без разрешения. И даже заканчивают свои строительства, до сих пор не получив разрешения. И таких примеров у нас в городе куча. Это раз. То, конечно, эта традиция очень неправильная. Мне кажется, что ни один строитель и ни одна организация не может начать полностью строительство какого-то объекта без получения всех необходимых документов. Так существует во всём мире. Но вот Шульгин это и говорит, собственно говоря. Он сделал такое заявление, показывая, что позиция города сейчас такова, что никаких самостоятельных движений без разрешения со стороны города. То с этой точки зрения тут вроде как бы и понятно. Но сразу возникает вопрос. Ты сейчас зачитала определённый материал, где написано, что Сергей Киселёв сказал, что он с кем-то договорился, он подписался под ремонт улицы Водопроводной и там проведение газа. Вопрос, а с кем он подписался? То в данном случае он точно не подписался жителями того микрорайона с населением, которое сказало, что, слушай, Серёж, мы тебе разрешаем строить, ты что хочешь делать, ты нам сделай дорогу и проведи ещё в Трифан монастырь газ. То понятно, что все эти договорённости, они существовали или на бумажной, или на словах между той же администрацией города Кирова. Той же или другой? Ну, какая разница? Здание-то одно и то же, и полномочия все одни и те же. Ну, какая разница? Это важно, предыдущая администрация или нынешняя. Хорошо, значит, если мы там должны поглубже зайти, то, наверное, все эти договорённости по выделению земли, по началу строительства и тот пакет, который сегодня озвучил Сергей Киселёв о том, что он должен сделать за то, что ему там дали возможность построить маленький двухэтажный домик для себя любимого, то в этом формате есть какие-то подписанные бумаги, может быть, с той администрации, которую возглавлял ещё Александр Викторович Перескоков или там ещё раньше, я не знаю, там Драны или то-то. Если бы бумаги были, они бы, наверное, здесь были, эти документы, озвучены. Мы пока не видим, что были какие-то бумаги. Ну, да, пока это всё слова, что я вот обещал это. У нас тоже многие товарищи обещали подземный переход сделать при строительстве торгового центра на площади привокзальной, да, но никто не видел этот переход до сих пор. Хотя Владимир Васильевич Быков, тогда известный глава города, который очень много «полезного» сделал для нашего города, кричал на каждом углу, что это хорошие и ответственные предприниматели, которые построят за свои деньги переход, лишь бы им только дали возможность построить торговый центр. Всё это как бы слышно, и на самом деле ничего не происходит. То здесь, конечно, идёт такая информационная атака с обоих сторон, там проверяет на прочность. Я думаю, что здесь такая атака со стороны городской администрации о том, что мы снесём. Понятно, что никто ничего не снесёт, потому что... Атака вообще с какими целями? С одной стороны, ты говоришь... Сесть за стол переговоров и о чём-то договориться. Я не думаю, что всё заключается в процессе переговоров именно в этом двухэтажном домике, который хочет построить Сергей Киселёв. Значит, там какая-то, я в самом начале сказал, более глубокая история. Она касается, я думаю, взаимоотношений с правительством Кировской области и взаимодействием из городской администрации. Чем дело кончится, как ты думаешь? Ну, как обычно, всё люди уважаемые, всё люди известные. Значит, у нас в практике ещё не было, чтобы какой-то объект в городе Кирове сносился. Значит, если подходить к этому очень жёстко, то всю улицу водопроводную, все новострои можно сносить смело вокруг храма. Там очень много то, что не соответствует сегодня исторической части города. Но понятно, что никто это ничего не сносит. И в данной ситуации, я думаю, что проблема, она разрешится сама собой. Как разрешится, скажи? Договорятся. Ну, как обычно. Если бы это касалось определённого обычного кировчанина, могла бы история быть любой. Но так как мы понимаем, что сегодня это крупная компания, депутат ЗАГС Собрания, всеми уважаемый человек, и понятно, что никакой конфликтной ситуации или какого-то сноса и военных действий не будет. Я думаю, что всё будет мирно договориться, и всё будет очень спокойно. И дом будет строиться, и проблемы все будут решены. Надеюсь, и водопроводная улица будет за счёт... Ветский нефтепродукт останется в регионе, вот ты говоришь. Ну, а тогда было бы со стороны депутата ЗАГС Собрания непатриотично покидать, быть в части именно депутатского корпуса Законодательного собрания Кировской области. Тогда надо уйти из региона, уйти из ЗАГС Собрания? Ну, я считаю, что если человек принимает такое кардинальное решение, то в данном случае, наверное, в ЗАГС Собрании очень сложно находиться. Прерёмся на полминуты. Это программа «Особое мнение», и его сегодня высказывает Дмитрий Русских. «Особое мнение» на 101FM. Да, действительно, программа «Особое мнение» продолжается в нашем эфире. Своё особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Русских. У микрофона работает Светлана Занько. Ну, и ещё про благоустройство, ещё про город, раз уж я тут заявила, что городская повестка пока побеждает регионально. Владимир Журавлёв, депутат городской думы в эфире нашей радиостанции, заявил, что городская администрация и дума, и я цитирую здесь, готовят ряд мер, чтобы, возможно, даже вернуть землю у Парка Победы. Конец цитаты. Это проданную предыдущей администрацией. Меры эти он не озвучивает им. Чтобы не предупредить людей, а здесь опять я цитирую, против которых это сыграет, говорит Владимир Вениаминович. Тебе об этом что-то известно? И стоит ли серьёзно относиться к этим заявлениям? Ну, а вернуть Парк Победы, как говорит Владимир, я, честно говоря, не очень понимаю, в каком формате. Во-первых, против каких... Я так понимаю, что вернуть землю, проданную у Парка Победы, да, которая сейчас... Она уже не продана, но она уже администрация перепродана. Которая сейчас принадлежит господину Миронову, да? Да, это Кировспецмонтаж. Кировспецмонтаж. Вернуть её в муниципальную собственность. Ну, я думаю, что это очень сложная история по одной простой причине, так как как бы Кировспецмонтаж является законопослушным покупателем, да, в этой среде. Единственное, что можно в этом случае сделать, это не разрешить Кировспецмонтажу застроить там жилую застройку. При всём при этом, и я хочу сказать, что здесь очень странная вообще на самом деле история. Очень много говорят о том, что с этим Парком Победы происходит совершенно безумная какая-то история, когда уже есть все факты, что городской администрации нанесён колоссальный ущерб, потому что площадка продана близким друзьям бывшего главы города господина Быкова, значит, за 362 тысячи рублей. И она в течение этого года, в 2017 году, была перепродана строительной компанией Кировспецмонтаж. Как говорят, ну, это всё по слухам, в пределах 150-180 миллионов рублей. Да, суммы совершенно несопоставимые. Ущерб громаднейший. При всём при этом... То есть эти деньги могли бы уйти в муниципалитет, если бы муниципалитет решил продать землю подостройку? Я думаю, что эта тема не должна была обсуждаться, потому что всё-таки это территория Парка Победы, кто бы что ни говорил, потому что все документы есть и 1962, и 1970 года. Но уж если мы говорим о финансовой ущербе. Если о финансовой ситуации мы говорим, то если уже так приспичило и так прижало городскую администрацию, то она приняла бы такое, на мой взгляд, неправильное решение о продаже земли, она могла бы продать этот участок земли в пределах 180-200 миллионов рублей, и городская казна пополнилась бы за счёты. Пока пополнилась казна близких друзей Владимира Быкова, в том числе, я думаю, что и его казна тоже прибавилась, то тут есть уже история, которая длится на протяжении большого периода времени, если мне память не изменяет, по-моему, с 2014 года. И никуда она так и не вытекает, и никуда не пересходит. Для того, чтобы вообще пошёл процесс разбора этой ситуации, нужно сделать очень простой шаг, который мы уже говорили полгода назад, когда пришёл точно так же и громко заявил Илья Шульгин, что парк Победы будем разбираться, и мы его вернём. Это было ровно полгода назад, когда он сказал, нужно было написать обычное заявление от администрации города и подписать господином Шульгиным о том, что городу нанесён ущерб и совершена коррупционная сделка, которая понесла такие-то проблемы. Не на это ли намекает Владимир Журавлев? А если Владимир... Почему он не говорит в открытое, что происходит? Странная формулировка. Мы не говорим всего, чтобы не предупредить людей, против которых готовятся. А то они не знают эти люди, они не названы здесь ни разу. Мы знаем поимённо, пофамильно все их действия, все их движения. Мы всех этих людей знаем, и я думаю, что и силовая структура всех этих людей знает поимённо. Но, по крайней мере, пока ничего не происходит. Если всё-таки такая бумага появится, и городская администрация её подпишет, то здесь пойдёт, конечно, обратный отсчёт. И в данном случае мы будем надеяться, что те люди, которые замешаны в этой коррупционной сделке, а у меня не вызывают сомнений, что она коррупционная, потому что как это можно продать за 360 тысяч рублей, часть парк Победы, и потом её перепродать за 180 миллионов, то тогда будет именно формат развития событий, касающийся именно принятия решений в администрации города, продажи определённой компании и так далее. Тут вопрос кировспецмонтажа уходит на дальний план. Вопрос, как дальше разбираться будут с кировспецмонтажом, так как они, допустим, предлагают взять и поменять этот им участок земли на другой участок земли. На это они уже согласны. Насколько я понимаю, что в мае месяце на городской думе хотят принять изменения по земельному назначению этого участка. История тоже очень уникальна, и в ней тоже должны разбираться силовые структуры, потому что как это социально-спортивную территорию парка Победы, как-то неожиданно перевели под жилую застройку. На самом деле таких решений на городской думе не принималось. Или они принимались совершенно в закрытом пространстве. Тут очень много, потому что от этого очень сильно зависела стоимость этого участка. Одно дело, когда близкие друзья, главы города бывшего, продавали бы участок, где разрешены только спортивные сооружения, это одна цена. А совершенно другая цена участка, когда там разрешено жилая застройка. Мы уже видели все проектные истории. Да, они и скрывались в 2015 году. Там жилая застройка. Вообще, на самом деле, вот эта система вывода, или по-русски говоря, воровства из города Кирова участка в 4 гектара земли в парке Победы началась с 2012 года. Вот они медленно и верно шли к этой сделке, которая произошла в 2017 году. Хорошо, вот скажи мне, пожалуйста. То есть ты пока не можешь сказать, веришь, не веришь, будет, не будет. Я тебе скажу коротко. Я бы очень хотел, чтобы те люди, которые грабили наш город на протяжении большого периода времени, все-таки были привлечены к какой-то ответственности. Для того, чтобы другим было неповадно. Вот хороший пример. Если мы не можем понять, к чему приведут заявления Ильи Шульгина, а судя по тому, что ты говоришь, что вот он сказал по поводу сноса дома у Трифонового внастоя. Да, он точно так же говорил, что... Про Парк Победу он тоже возмущался. Два, но мы пока не понимаем, что будет происходить. Ну вот, пожалуйста, свежий пример. Это обращение собственников, владельцев земельных участков. Тоже удивительно. Как в свое время люди завладели этими земельными участками. В Кочуровском парке на площади Конева, да? Да. Где долгое время существовал рынок. Вот эти павильончики, которые сейчас, кстати, сносят уже фотографии сети. Да, я вчера там проезжал и видел, что там реально все убирают. Убирают. Так вот, госпожа... И мы будем надеяться, что это делают для того, чтобы был все-таки прекрасный парк. Да, Рубцова, Ирина Васильевна Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры. Она подтвердила журналистам, что владелец участка хотел поменять тип зоны, на которой расположен рынок. Что позволило бы владельцу компании «Сытный двор» при будущей застройке избежать разработки документации по планировке территории. И вот это изменение территории подразумевает, что там возможно строительство в том числе и торговых центров. Я прочитал СМИ, что там уже даже сказали, как будет называться этот торговый центр. Крым-2, да. Потому что структура господина Олега Валенчука. Да, значит, Рубцова сказала, что разрешения выдано пока не было, но решать это будет Гурдума. Я так понимаю, выдавать, не выдавать разрешение на изменение статуса участка. Да, я думаю, что да. Но раз заявления такие последовали, значит, намерение есть. Намерение есть. Вот себе представляете памятник нашему маршалу Коневу. За ним Кочеровский парк. Павильоны рыночные убирают. И вот, возможно... На этом месте встает торговый центр. А мы Крым видим. Причем боролись же еще за снижение этажности Крыма у филармонии. Он выше должен был быть. И вот, пожалуйста, вот здесь такая вот тоже история интересная. Я скажу, что это будет очередное безумие городских властей. Если они допустят. Если они допустят. Потому что я вчера как раз был в том микрорайоне. И на самом деле в том микрорайоне большое количество торговых центров. Их просто там перебор. Сколько? Там кругом. И Глобус. И сейчас построили новый бывший магазин на Конево. Там сейчас он называют, по-моему, как-то... Не помню. Только ли в переборе с торговыми центрами у нас вопрос? Ну, смотри. Никакой необходимости в торговом центре в том микрорайоне нет. Потому что их там вполне достаточно. Единственное, что там не хватает, как и всему городу, это парковых зон. Это тех территорий, где можно развивать, как ты любишь слово, урбанизацию. Делать именно те места, комфортные для прогулки и отдыха горожан. Но ведь владельцев участков, бизнесменов тоже понять можно. Они не под парки покупали в свое время эту территорию. Они зарабатывать должны. Что вы теперь делаете? Они взяты в аренду. Значит, как мне кажется. Здесь владелец участков. Владелец она назвала. Значит, уже... И самое смешное. Я вчера буквально прикинул, как будет смотреться этот торговый центр, если, не дай бог, его построят. То стоит у нас памятник маршалу Коневу. Стоят красивые елочки. Там стоит небольшой танк. И на фоне вот этого всего прекрасного будет стоять торговый центр. Такое ощущение, что как раз маршал Конев как раз и боролся за строительство таких торговых центров по всей стране. И особенно в городе Кирове. С патриотичным названием Крым. Крым. Ну да. Видимо, как раз и памятник соответствует... А там какой-нибудь парк за ним, который разваливается сейчас после ремонта. Там уже есть парк, да. То, конечно, госпожа Рубцова, чтобы она ни говорила, она никогда не принимала и никогда не отставила интересы именно архитектуры города Кира. Потому что там... Давай оставим Ирину Васильевну в покое. У нас есть новый сити-менеджер и его команда. Вот снова будет видно его решение и его действия конкретно по этому участку. Вот насколько там готов все-таки Илья Шульгин менять развитие города. Насколько он готов все-таки прислушиваться кировчан. Значит, но последнее интервью, которое я прочитал, по-моему, в Кировске, он сказал, что по этому же Парку Победы, что решение будет принимать не он, а губернатор. Как губернатор скажет, так и будет по Парку Победы. То у меня тут вообще вся картинка поменялась. Я вообще не понимаю, кто руководит городом. И с Коневским парком, и с двухэтажным домом. И с двухэтажным домом мы видим сейчас конечного человека, который принимает решение. Это губернатор Кировской области. Значит, то в данном случае мы сегодня можем сколько угодно обсуждать на все эти темы. Но прекрасно понимаем, что как у нас в стране все решения принимает президент, то даже такие решения в городе Кирове, хотя в принципе есть ответственные и Илья Шульгин, и Ковалева, и в первую очередь городская дума, и кировчане, то все равно последнее решение за всем принятием решений именно по внешнему виду города будет принимать губернатор Васильев. Что в принципе подтвердил господин Шульгин. Ну, не знаю. Вот Илья Вячеславович придет к нам в среду на программу Урбан. Он здесь проведет целых два часа. Отлично. И все эти вопросы мы сможем ему задать в прямом эфире этой программы. Он, как всегда, заявил, что нет одного вопроса. Он не отказывается и готов с кем угодно общаться на любые темы, касающиеся городского устройства. Мы сейчас должны выйти на рекламу. Перед ней я тебе зачитаю вопрос, который пришел сейчас, пока мы с тобой разговариваем на сайт. Насколько хватит Шульгина бороться с кировским бардаком? Спрашивает товарищ на сайте у тебя. Насколько есть желание побороться с этим бардаком, и особенно с теми боярами и с теми людьми, которые на протяжении 10-15 лет нашим городом руководят? Нет, вопрос конкретный. На твой взгляд, насколько хватит Шульгина? Я думаю, ненадолго. Перерываемся на короткую рекламу. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Дмитрий Русских. И вот все-таки город действительно берет свое. Город свое берет. Я буквально еще про бардак. Всем известная история. Я ее буквально сегодня только вспомнил. И специально даже эту вырезку нашел в СМИ. Сегодня проезжаю по улице Карла Маркса. Мною когда-то любимый кафе «Лукоморье», кто помнит. В детстве там ели мороженое. Да, и кафе «Ветеран». Вот про этот кафе «Ветеран». Смотрю, на кафе «Ветеране» висит большая вывеска, что продается это помещение площадью 670 квадратных метров. Понятно, что все очень красиво оформлено. Там, как обычно, висит георгиевская ленточка на этой продаже. Знаете, это вообще неуважение просто к ветеранам и орден славы. Тут же на этом же баннере. И все продается. То есть баннер продается с георгиевской ленточкой и орденом славы. Видимо, это все вкупе. Это такой маскарад. Вы покупайте, но мы вас поздравляем с праздником, потому что мы, в принципе, этот праздник у ветеранов практически забрали. Это очень интересно, потому что раньше в кафе «Ветеран» встречались действительно ветераны, причем разных времен Уфон и просто ветеранные войск вооруженных сил. И вот та же самая история. На протяжении последних трех-четырех лет все советы ветеранов областной, городской просили разобраться с этим делом, который, в общем-то, сегодня поимел тоже окончательный результат. У меня товарищ, я попросил его, он позвонил именно по телефону, который был, для того, чтобы узнать стоимость этого объекта. Да, значит, цифра оказалась, как обычно, очень прекрасная, особенно было бы хорошо для городского бюджета, но сейчас, видимо, другие люди будут пополнять свои бюджеты. Стоимость этого объекта около 40 миллионов рублей. Я тут же нашел всю историю, то, что писали СМИ про этот объект. Еще раз говорю, это кафе «Ветеран». Всеми уважаемое, всеми любимое, всем, не одним поколением именно тех людей, которые строили наш город, которые развивали наш город, которые делали его красивым, зеленым. Вот в память о том, что они сделали, кафе «Ветеран» оказался, приватизировал опять группу, очень близко к господину Быкову, бывшему главе города. Значит, все это, прямо материалы читаю, манипуляция с этим объектом началась 25 февраля 2011 года. Материалы в каком СМИ ты читаешь? Это я нашел на каком-то сайте, по-моему, сейчас не могу тебе сказать, но это в СМИ было, это много писали про это. Владельцам на 80% кафе за сумму 129 тысяч рублей стал председатель городского совета ветеранов, депутат Кировской городской думы, член партии «Единая Россия» Евдокимов В.И. А через 4 года, 19 января 2015 года, оставшиеся 20% за 32 400 рублей приобрел господин Липатников В.Б. С этого момента он стал директором. Липатников В.Б. Да, это другой. Вот надо обязательно сказать, что не Николай Михайлович, даже не думайте, это не он. Что же это получается? Кафе «Ветеран» площадью 720 квадратных метров с подвалом, 535 с пристроенными гаражами и всем необходимым, что там было внутри, куплено за 162 тысячи рублей. Кафе «Снова очень уважаемыми людьми из одной и той же фракции, из тех же близких людей Владимиру Васильевичу Быкову». Значит, на тот момент кадастровая стоимость кафе была 27 миллионов рублей. Значит, и вот на сегодняшний момент вся эта сделка прошла, никем не замечена. Сегодня там имеются новые собственники, в том числе близкие, еще раз хочу сказать, к руководству города на тот момент. И сегодня и ветеранов уже многих нет, этого кафе «Ветерана» нет. Но есть люди, которые за 162 тысячи рублей купили, а сегодня продают за 40 миллионов рублей. Это очень похожая история с Парком Победы, похожая на с кафе «Ветеран». То мы говорим, что все, что происходило последние 10 лет, оно не поддается никаким обсуждениям. Я сейчас нахожусь на сайте городкиров.ру, и я вижу, что как раз в прошлом году, когда в очередной раз продавалось кафе «Ветеран», правда без баннера, но с георгиевскими ленточками. Да, с георгиевскими он уже есть. Значит, с 13-го года кафе «Ветеран» вошло в программу приватизации, и город это пояснял так, что здание очень старое и требует капитального ремонта, а денег на ремонт в городском бюджете нет. Это здание абуза для городского бюджета. Очень большая. Это как Парк Победы был тоже абуза. Поэтому его, собственно говоря, на приватизацию и выставили, и продали. И продали снова депутатам городской думы, еще раз хочу сказать. Ну уж кто купил. Да, я думаю, что просто сделка была сделана через этих людей, но я не думаю, что они являются конечными бенефициарами. А сегодня без всякого ремонта, без реставрации, без всего этот объект продается за 40 миллионов рублей. Вот вам еще один памятник того отношения вообще городских властей, бывших, надеюсь, не нынешних, и к ветеранам, и к нашему городу, и к бюджету городскому, про который всегда говорят, что вы держитесь, но денег там вообще практически нет. Да, но муниципальная собственность практически свободной не осталась для какой-то продажи. Мы об этом знаем, что очень много осталось действительно тяжелых объектов, которые требуют очень больших вложений. Остались те объекты, которые сегодня не испытывают никакого к ним интереса, они идут определенным обременением. Все самое ценное было продано, у меня даже был где-то, как я делал, как депутат запрос, при принятии 159-го закона о приватизации, это был с 2010 по 2017 год, за 7 лет все самое лучшее продано близким организациям, коммерческим структурам и практически за бесценок. Давай все-таки немножко мы поговорим о региональной и федеральной даже повестке. Вот действительно, к сожалению, обсудить что-либо существенное в деятельности правительства за последнюю неделю не представлялось, возможно. Что-то серьезное, там программа 1 миллион литров молока, которая должна была быть как-то озвучена уже весной, не создана про лес, вообще никто рассказывать не хочет, все засекречено под тремя замками. Башиностроители разве что рассказывают о том, как они конверсию осуществляют, хорошо осуществляют, выполняют все планы, надо сказать. Благодаря год заказов. Вчера я заходила на сайт правительства, практически вся новостная лента была заполнена такими заголовками. Кировская промышленность обеспечит рост производительности труда по майским указам президента. Для этого в регионе существуют меры господдержки предприятий. Следующая новость. В Кировской области реализуются майские указы президента в сфере культуры. Владимир Путин подписал указ о национальных целях, стратегических задачах. Следующая новость. Это одна за другой. Майские указы закрепляют поддержку малого и среднего бизнеса. В Кировской области создают комфортные условия для предпринимательства. Отлично. А ты что, хотел что-то там другое увидеть? Когда люди приходят, они другое рассказывают немножко, понимаешь? Но мы же уже с вами об этом говорили, что... Правда, у нас есть надежда. Новое правительство федеральное. Господин Мутко, который теперь займется всей региональной политикой. Во-первых, надо сказать, что у нас сохраняется премьер-министр. Хотя многие очень со мной спорили о том, что Медведев не будет премьер-министром. Но было всем понятно, по крайней мере, кто интересуется, как развивается наша экономическая и политическая жизнь. То есть, что Дмитрий Анатольевич, он практически навсегда. В связке с Владимиром Владимировичем. То в данном случае... Нет, Путин навсегда, а Дмитрий Анатольевич при нем. Ну, при нем. Он тоже навсегда, Света. То в данном случае никаких сомнений, что премьер-министром станет Дмитрий Анатольевич Медведев, не было даже... У тебя не было ни на секунду. Ни на секунду. Да, и это было видно по полной тишине СМИ. Потому что обычно, когда что-то решается, обычно какая-то информация выходит. И начинаются какие-то кандидаты выдвигаться. То в данном случае здесь полная тишина. Значит, и понятно, что назначение господина Мутко вызывает смех не только у депутатов фракции «Единая Россия», хотя они его поддержат 100%, но и у большинства населения, которые реально понимают, что такое господин Мутко. Значит, и тоже все переносится и на уровень региональных политики. То в данном изменении, надо смело сказать, что изменений никаких не будет. Все, как происходило, так и будет происходить. Надо всем прекрасно понимать, что денег нет, но мы должны все держаться. Значит, потому что лозунг, он остается еще буквально на пять лет. Потому что Дмитрий Анатольевич всегда об этом говорит. Единственное, что сегодня нас, конечно, сильно спасает, это высокая стоимость нефти. Да, и это, конечно, сегодня главная вообще движущая сила нашей страны. Пока высокая нефть, конечно, все большие испытания у нас будут сдвигаться на более поздний период. Но при этом я хочу сказать, что судя по тому, как выступал Дмитрий Анатольевич Медведев, в ближайшие два года нас ждет большая шоковая терапия. Именно по, так как всего дается два года, так как никаких ближайших выборных циклов здесь не будет, то здесь надо провести громаднейшие реформы, касающиеся пенсионного возраста, касающиеся налогооблагаемой базы и куча всего того, что надо за два года нам прошагать, для того, чтобы до конца бедные стали бедными еще беднее, а богатые стали еще богаче. Вот вкратце вот такая политика. Это ты вот про федеральную политику говоришь. Региональная, она зеркальна по отношению к федеральной, да, только тут денег еще меньше, и проблем еще больше. При всем при этом, как мне кажется, что эти проблемы никто пока решать у нас на региональном уровне сильно и не хочет. Новая история появилась на сайте правительства, сейчас я зашла, она вчера вечером появилась. Почему-то она выложена 13 мая 8.51. Ну, я не помню этой новости, но, может быть, я пропустила что-то. В Малмышевском районе сгорела школа, и там детей, вот сейчас нам сообщают на сайте правительства, что 22 ученика и учителя, они уже перевезены в новое здание. Это пустующее муниципальное здание, где они до конца года закончат всю программу учебную. Вот ты знаешь, почему я тебе так говорю? Вот заголовок для учеников в сгоревшей Малмышевской районе школы подобрали новое помещение. Вот все заголовки, которые есть у нас на сайтах, может быть, я не права, но они всегда вот такие, знаешь, все хорошо, мы рапортуем, все замечательно, преобразуется учреждение здравоохранения и образования, Майские оказывания выполняются, Кировская область приглашает на лесной форум. Я не понимаю, а что страшно обозначить какие-то проблемы? У нас проблема, обсуждаем, общественное обсуждение. Света, у нас нет никаких проблем, все хорошо, из-за этого никакие реформы, никакие изменения, как про то, что ты спрашиваешь, не будут происходить ни на федеральном, ни на региональном, ни на муниципальном уровне, потому что все хорошо. А куда еще лучше-то? Понимаешь, вот все же счастливы просто, во счастье все живут. То мы сегодня говорим о том, что какая нас ждет там будущее? Нас ждет счастливое и светлое будущее. Потому что телевизоры это показывают, и наши сайты, все правительства федерального, регионального об этом говорят, что все прекрасно, не надо ничего менять. А что менять-то, если и так все хорошо? То в данном случае мы находимся именно в той позиции, в которой мы с тобой находимся. Надо просто наслаждаться началом лета. Слава богу, в Кировскую область тоже пришла температура 20 градусов, и это уже хорошо. Понимаешь? И дороги начали вам делать, ребята, на миллиард двести в городе Кирове. Что вы еще хотите? И вы говорите, что все плохо. Нет, все отлично. А то, что там пыль, грязь, школа сгорела. Ну, я тебе историю, если у нас время есть, расскажу. Ты знаешь, что сегодня до сих пор на федеральном уровне не назначен министр образования? Нет. Потому что сегодня... Времени нет. Да. Министр образования не назначен по одной простой причине. Там в министерство образования входят и институты, и наука, и общеобразовательные школы. Так вот, вся дележка идет, что никто не хочет брать общеобразовательные школы. Потому что там денег нет, а проблем выше крыши. Это вот как раз тебе, мамушка. Вот хотят взять науку и институты. Где взять хорошие новости по этому поводу? Хорошие новости? Ну, вот я сейчас сказал. Понятно. Все цветет, все пахнет. Дмитрий Русских. Его особое мнение сегодня в эфире на нашей радиостанции. Микрофон работал от Светланы Занько. Всем спасибо. Хороших новостей. Хорошего дня. Их надо только найти. Особое мнение на 101FM Светланы Занько. Продолжение следует...